Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Оказывается, дураки не только в Госдуме и правительстве России. Может быть, это вас немного успокоит, но в мире есть отдельные законы, которые даже тупее наших российских. Не верите? Добровость. Правда есть. Ну, ей-богу. Сейчас докажу. В Австралии действует в целом полезный, но далеко не всегда удобный закон. Здесь водителям запрещено оставлять автомобиль без присмотра с ключами в салоне. С особой строгостью полисмены карают те случаи, когда ключи были оставлены в замке зажигания. При этом никакие отговорки и оправдания на этот счет стражей закона не интересуют. До 1976 года в Великобритании действовал закон, по которому лондонским такси было запрещено ездить без мешка овса или тюка сена. Раньше это предназначалось для лошадей конных кэбов. Правда, к концу 20 века ездовые животные в Лондоне остались разве что у полиции и цирка, поэтому неоднозначное правило отменили. К слову, по закону в кэбах также должна была быть маленькая ванночка для мытья усов и лап мопса. А вот закона, позволяющего мужчине мочиться на заднее колесо своего авто, в Великобритании никогда не существовало. Вот это миф. Дания борется с лишним весом у водителей и механиков очень интересным образом. По закону в стране запрещено заводить автомобиль, если под ним кто-то находится. Это правило заставляет механиков периодически вылезать из подремонтируемого авто. Если не покинут смотровую яму, то такому мастеру грозит штраф. В канадском городе Каната хозяевам запрещено красить двери гаража в сиреневый цвет. Также не рекомендуют сочинить машину на улице, кроме тех случаев, когда авто не может ехать из-за поломки. В Монреале есть другая странность. Полицейские не любят, когда машины ездят с наклеенными объявлениями о продаже. Вешать такие можно только настоящую машину. До 2000 года в Люксембурге нужно было использовать клаксон при любом обгоне любого транспортного средства, даже велосипеда. Кроме того, есть закон, который запрещает ездить на машине без дворников. Даже если у авто нет ветрового стекла, дворники у него должны быть. Вплоть до прошлого года в Саудовской Аравии женщине было запрещено садиться за руль автомобиля. Пересмотр закона подтолкнули протестные акции, которые проходили в стране, начиная с 90-х годов прошлого века. Однако даже сейчас женщина сначала должна добиться разрешения у так называемого опекуна. Вот это, наверное, еще и правильно. Этот закон не такой уж глупый, если задуматься. Так в Сингапуре запрещено плевать на тротуар и переходить дорогу, если в радиусе 50 метров нет соответствующего знака. По счастью, подобных знаков хватает, а переходы есть почти на каждом перекрестке. В зависимости от штата в Америке появляется много любопытных, странных и даже шокирующих законов. Большинство таких законов сохранилось с незапамятных времен, когда число машин в городе можно было сосчитать по пальцам двух рук. Чаще всего такие законы игнорируются даже полицией, считаясь устаревшей формальностью. Впрочем, есть и все еще работающие странные законы. Так, в округе Файет запрещено собирать на одном земельном участке пять авто, которые не могут ехать самостоятельно. В стране запрещено ездить за рулем с голым торсом. Никакие оправдания полиция не принимает и выдает за нарушение штрафы. Кстати, это самое популярное правонарушение среди автомобилистов, особенно среди туристов. Восток – дело тонкое. Пускай немного не тот Восток. Так или иначе, в стране действует закон, который запрещает полицейским утаивать взятки, полученные от водителей. Только вдумайтесь, полиции взятки брать можно, а вот утаивать факт получения нельзя. Ну и напоследок еще одно яркое доказательство, что наши законотворцы все-таки не самые тупые в мире. Им есть еще куда стремиться. Со 2 января 2018 года в Туркменистане запустили архи-странный закон. В стране запретили эксплуатацию авто любого цвета, кроме белого. На самом деле разрешены также машины светлых цветов. Темные и черные авто эвакуируют на штрафстоянку и заставляют водителей их перекрашивать. Нетрудно догадаться, что цены на покраску уже взлетели в два раза. Так что не говорите глупостей. Наши законотворцы хоть и не блещут количеством серого вещества в головах, но есть все-таки на свете люди, которые вообще обходятся без него. Видимо, мозг им заменяет съеденный на завтрак гамбургер. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова